Капор для девочки Две пряжи, акрил Я делаю расчет образец вязания Вязать я покажу вам, как этот образец, если вы будете Вы можете брать абсолютно любой образец Можете вязать простой кулиркой, можете вязать ажурами, как угодно Я буду вязать вот таким вот интересным рисунком, шишечками Можно вязать изнанкой, можно вязать лицом На самом деле этот образец у меня есть на сайте, его можно посмотреть более подробно Но мы все равно с вами вместе его провяжем Петельную пробу Подобрала плотность нужную, сделала образец Выяснили, что вязать я буду на пятой плотности Плотность всегда отмечаю в одном и том же месте и обвожу в кружочек Это мой метод для того, чтобы не забыть Я могу отвлечься, либо когда я буду переделывать в следующий раз То шапочку вдруг она станет малая Или я захочу еще такую же Мне не надо будет уже думать Пятая плотность Выясняю, сколько у меня рядов и петель в одном сантиметре То есть то, что я провязала, делю на сантиметры По горизонтали, по вертикали И получаю, что в одном сантиметре у меня 2,73 петли и 8 рядов Это моя петельная проба Потому что вязание, это фанги Оно очень такое убористое Получается, что здесь 40 рядочков А на самом деле оно очень маленькое Всего 5 сантиметров Теперь мне нужно снять мерки Какого размера я буду вязать шапочку Я буду вязать на пупса У меня такой большой пупс Измеряем объем головы Объем головы 36 сантиметров Больше пупс не нужен В следующий раз будем только мерить уже изделие Так, объем головы 36 сантиметров Все, подготовительная работа проведена Начинаем делать схему шапочки Выкройку мы делать не будем Мы будем делать схему Как всегда, все будет очень-очень просто Схема отличается от выкройки тем, что выкройка Она очень точная Она соответствует полностью Один в один, один к двум, один к трём Не важно Меркам Схема не соответствует ничему Схема делается на глаз Но поскольку у нас вязание машинное Мы не зависим от выкройки Мы не зависим от количества сантиметров Мы можем себе позволить упростить Нашу работу и делать схему, а не выкройку Итак, что я делаю? Сначала я делаю Подгиб Я буду делать красивый подгиб Который у меня не будет входить в расчёт вязания Он будет стоять вокруг лица Такой рюшечкой Дальше я вяжу само изделие Сейчас мы всё с вами просчитаем Изделие делю на три части Провязываю Сзади Донышко И просто соединяю донышко С вязанием в процессе вывязывания этого донышка Вы сейчас всё увидите, не пугайтесь И вот когда я провяжу основную часть Здесь я тоже провяжу такую рюшечку Для украшения Рюшечка эта тоже не будет входить в расчёт изделия Объём головы вот он 36 сантиметров Это петли Берём в калькулятор И считаем 36 сантиметров Умножаем на 2,73 петли в 1 сантиметре 98 Беру 100 100 петель Это моё количество петель для шапочки 100 петель Дальше Высота шапочки равна 1 четверти объёма головы Объём головы 36 36 делим на 4 Равно 9 То есть 9 сантиметров То есть 9 сантиметров у меня высота вот этой шапочки 9 сантиметров Умножаем на 8 рядов В 1 сантиметре равно 72 72 ряда я должна провязать Так, я должна набрать 100 петель Провязать подгибчик Ну это будет как рюшечка такая Сейчас вам расскажу Дальше я вяжу выбранным рисунком 72 ряда Делаю ещё одну рюшечку И вывязываю донышко Присоединяю вот это донышко в процессе вязки К уже готовому изделию Вот здесь вот одна треть Одна треть и одна треть Ну 100 на 3 недельцы Получается здесь 33 петли 33 петли А здесь 34 петли Вот так мы поделим наше вязание Собственно, вот это вот всё, что мы будем вязать Вот здесь вот рюшечка небольшая Там, не знаю, 2 сантиметра На глаз Рюшечки буду делать на глаз Сразу говорю, потому что это несущественно Они в расчёт вязания не входят Заднюю рюшечку буду делать поменьше Потому что это сзади Она может быть даже руликом будет Сейчас посмотрим, как это всё будет вывязано Как это всё будет выглядеть Вот наш расчёт Наша схема вязания Как видите, всё очень-очень-очень просто Берём машину Удобным способом набираем 100 петель Или 36 сантиметров наших Провязываем рюшку На очень свободной плотности Для того, чтобы рюшка стояла вокруг головы так рыхленькая То есть мы вот этим акрилом Обычно я вяжу на Кулирку он тоже на пятой плотности Пятая плотность будет рисунком Пятая плотность будет на рюшке Но для того, чтобы эта рюшка была более-более свободной Я буду вязать на седьмой плотности Итак, я набираю 100 петель Провязываю рюшку Я набрала удобным способом 100 петель Провязала 4 ряда на седьмой плотности Я уже сказала, что вязать шапочку я буду на пятой Как правило, кулирку на акриле я вяжу на пятой плотности Здесь мне нужна очень свободная рыхлая рюшка Поэтому я плотность сделала посвободнее Седьмая Набрала я обвивом Если у вас машина с нитеводом и с грузиками То вам нужно набирать вспомогательную нитью И у вас будет не обвив, а свободные открытые петельки Вот здесь вот будут Это не важно Любым удобным способом набрали, провязали 4-5 рядов Смотря какой высоты вы хотите эту рюшку Но вот такая вот 4 ряда вполне достаточно Для такой маленькой куклы Если вы вяжете у ребенка побольше То естественно и рюшка побольше Теперь моя задача провязать отделку этой рюшки Я воспользуюсь линейкой 1 к 2 Если у вас есть наборная линейка Либо вы линейки не имеете Тогда руками будете выдвигать иголки И такой момент отделка может быть абсолютно любой ширины Любой шаг иметь Я беру 1 к 2, у меня есть такая линейка И выдвигаю иголочки Этой линейкой То есть у меня получается 2 петельки 2 иголки работают 1 в переднем нерабочем положении 2 работают, 1 впереди 2 работают, 1 впереди У кого рычаги Отключайте рычаги частичного вязания Для того, чтобы машинка эти иглы Из переднего нерабочего положения В работу не ставила Берем отделочную ниточку И провязываем 2-6 рядов Сколько возьмет ваша машинка? Я провяжу Ну тоже посмотрю Сколько? Наверное 6 рядов Потому что моя машина берет легко Такое количество Если у вас она сбрасывает Либо не хочет Нужны Или оттяжки Оттяжки могут быть любыми Вплоть до того, что это скрепка с гайкой Отличная оттяжка Не эстетично смотрится Но крайне эффективная вещь Вот так вот навешиваете на петельки Все оттяжки будут очень аккуратно сделаны Она не перетянет вам И в то же время Сохранит вязание Тем более, что у скрепки Видите, у нее достаточно узкое место Которое вот так вот Собирает у нас все петли В одну кучку И не дает машине их сбросить При всем желании Она это сделать не сможет Очень рекомендую пользоваться Если сброс ниток идет Итак Провязываю такое количество рядов Которые возьмет моя машинка Что-то она уже зацепилась Раз Два Если провязать два У меня будет просто Такой Простенький край Если провязать больше Край будет поинтереснее Раз, два Три Четыре Ну, может быть этого и достаточно Четыре Раз, два, три, четыре Пускай будет четыре Увязываем отделочную нитку Ставим в рабочее положение Все иголки Либо включаем рычаг частичного вязания И провязываем Ровно столько же рядов Сколько у нас было в начале У меня было четыре рядочка Значит я провязываю сейчас Четыре ряда на всех иголках Основным цветом Основной цвет у меня красный Плотность не меняю Плотность не меняю Главное следить за язычками Раз, два, три, четыре Отлично Когда рюшечка соберется Вот здесь будут такие Тоже шишечки отделочные Очень интересно будет смотреться Это один из вариантов Зубчатого подгиба Это не зубчики как таковые Потому что они выполняются Немножко по другой технологии Это один из вариантов отделочки Вот такой идет Теперь я должна надеть планку Вот эту вот начальную На иглы Но тут такой момент Вязать я буду Рисунком Который предполагает Установку игл Через одну Поэтому сначала Я переставлю иголки Через одну И после этого Только буду Надевать На вязание уже Либо открытые петли Если вы начинали Сбросовые нити Либо протяжки Если вы начинали с обвивом Итак, что я делаю Я просто пересаживаю Через одну иголку Все петли На соседние иглы Причем Делаю это В одном направлении Если вы делаете Вот такие пересадки Не разбрасывайтесь В разные стороны В одну сторону Собирайте Либо в одну сторону Либо вот Собирайте С двух сторон На одну иглу Это Разные варианты Сбора петель Не надо делать Это в разные стороны Будет очень некрасиво Это заметно Когда идет Такой разнобой Казалось бы Ерунда На самом деле Это очень портит Внешний вид Нашего изделия Собираем все На иголочки Соседние Делаем Выставляем иглы Через одну Одна игла У нас будет работать Вторая будет стоять В заднем нерабочем положении Не стоять она там будет На протяжении всего рисунка Так Собираем все Собрали петельки Теперь Моя задача Надеть протяжки На Рабочие иголки Протяжки Либо Как я уже сказала Внизу Открытые петли У вас получается Но поскольку У меня игла Стоять через одну То я надевать их буду Через одну Здесь их Две То есть две Наденутся А дальше Через одну Если у вас Открытые петли Значит Две открытых петельки Одевайте на одну Иголочку Две открытых петельки Одевайте на иголочку Ничего страшного Сейчас мы Все эти обкрутки С вами Собьем Главное Не перепутать Через одну Раз Два Раз Два Раз Два И вот таким способом Надеваем Нашу Рюшку На Все Иголки Вот что у нас Получается Подгиб Присоединен К полотну Теперь осталось Это все соединить Аккуратно Выставляем Назад Все петли Аккуратно Назад Двигаем Все иголки Чтобы они Не мешали Машине И Ставим В рабочее положение Руками Либо машинка У нас Сама Ставит Все петельки В работу И провязываем Один соединительный ряд Можете Основной нитью Можете Отделочной Это уже Не так важно У меня Основная нить Тут Не оторвана Я ей и провяжу Один ряд На вот этой Самой большой плотности На семерке Все соединительные рядочки Я провязываю На большей плотности На более свободной Для того Чтобы не было Стяжки Потому что Здесь очень большой Получается Мешок Не мешок Но достаточно Большая сборка Поэтому Один ряд На такой Очень свободной Рыхлой плотности Так Все Всех соединили Иглы выставлены Так Как они должны быть Начинаем Вывязывать рисунок Моя задача По нашему Расчету 72 ряда Провязать Но Такой момент Мой Раппорт Составляет 8 рядов Это очень важно Важно Закончить Эту шапку Не на середине Раппорта Не на середине Рисунка А так Чтобы рисунок Был закончен С окончением Шапки Поэтому 72 ряда Делим на 8 Равно 9 Ну отлично Значит у меня Получается 9 блочков Один раппорт Стоит из того Что я провязываю 6 рядов Основной нитью 2 ряда Отделочной Получается 8 рядов Мне нужно 9 вот этих Блочков Я могу даже Не считать Очень Очень удобно Если ваша машинка Не провязывает Такое количество Накидов Делайте меньше Но это вы должны Были выяснить Еще на На этапе Рабочего образца Для вязания Нашей шапочки Я образец Провязала Выяснила Что моя машина Такую Делать может Теперь я вяжу Рисунок Очень важный момент В вязании Любого изделия Краевые петли Видите У меня с краю Стоят 2 петли Это левый край Справа Точно так же 2 петли Работают Если по рисунку Не хватает Петли Добавьте Вот эта вот Петля Петельный столбик Этот столбик Будет работать Это обычная Рабочая иголка Вот эта игла У меня Участие В вывязывании Рисунка Принимать не будет Она будет работать Все время И вот этот вот Петельный столбик У меня пойдет Будет помощником При надевании Вот этого Петельного столбика На иглы Когда мы будем Вывязывать Планочку внизу Планку Либо Рулик Там Посмотрите Что мы будем делать Это на Часть пойдет На шею То есть мне нужна Будет отделка По шее И вот этот Петельный столбик Пойдет Как раз На присоединение Он очень важен Он очень нужен Одной протяжкой Тут не обойтись Тем более Что Вот эти иглы Будут у меня Вывязывать фанги Или платинг Кто как привык называть И Воспользоваться Протяжками От рисунка Конкретно Вот этого Будет очень Очень сложно Поэтому я Облегчаю себе Жизнь Добавляю Еще один Петельный столбик Вот этот Петельный столбик Желательно Добавлять В любом Изделии Он пойдет На сшивание Для того Чтобы не Избивать рисунок Очень полезная Вещь Отдельный столбик На сшивание Моя задача Выставлять Сейчас В переднее Нерабочее положение Иглы По рисунку Я Для вывязывания Этого рисунка Воспользуюсь Линейкой Один к трём На ней даже написано Один к трём Три иглы Работают Четвертая Пойдет Выдвигать Иглы В переднее Нерабочее положение Начинаю Прямо Вот от этой Иглы Первой Вот это у меня Вообще Не упрямляет Участие В вязывании Рисунка Как я уже сказала Начинаю От первой Рабочей иголки И вот этой Линейкой Выдвигаю Просто иголки Все оптом И точно так же Эта же линейка У меня Выдвигает Все-все-все Иголки По Всему полотну Кроме Последней Краевой Последние Первые Последние Краевые Участие В вязывании Рисунка Не принимают Если у вас Нет такой Линейки У вас Скорее всего Есть наборная Вот так Они выглядят Наборные Линейки Либо такая Либо немножко Другого вида Но Принцип у них Один По нужному Вам рапорту Вы выставляете Иголки Они отщелкиваются В нужном В нужном В нужном Вам порядке И Вы Таким Способом Пользуетесь Этой Линейкой Когда вам Нужен Другой Рисунок Вы просто Нажимаете Нажимаете На линейку И Все Зубчики Ставятся В одно Положение Можно Пользоваться Как обычной Линейкой Видите Она прямая Вполне Способна Выполнять Обязанности Железной Линейки Можно Набирать Нужные Варианты Рапортов Так Я выставляю Все иголки По Моему Рапорту И Рабочей Нитью Она тут Как раз У меня Есть Провязываю 6 рядов Я буду Провязывать 6 рядов Вы будете Провязывать Столько Сколько Вяжет Ваша Машинка Как я уже Сказала Предварительно Вы выясняете Насколько Она может Много Накидов Провязать Еще Такой Момент Плотность Мы с вами Ставили плотность Очень свободную При вывязывании Подгибчика Нашего Оформления Теперь Не забываем Ставить плотность Рабочую Которую Мы с вами Считали Вот Пятая плотность У нас Пятая плотность Ее и ставлю Это очень важный Момент Иначе вы Испортите Все вязание Плотность Поставили Нужную И Провязывайте Столько Рядов Сколько Накидов Выдерживает Ваша Машинка У меня Она выдерживает Много Но провязывать Я буду Шесть Больше Это уже Излишне Так На рабочей Плотности Раз Два Три Четыре Пять Шесть Провязали Игла 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 Через Одну По идее Должна Провязывать Любая Машинка Ставлю В рабочее Положение Все Все иголки Кроме Задних Задних Они как стоят Задним Нерабочим Так и остаются Мы их вообще Не трогаем На протяжении Всего рисунка Иголочки Из переднего В рабочее Если у вас Рычаги Вы можете Их включить Чтобы Машина Сама Проставила Их Рабочее Положение Можете Руками Как удобно Проверили Зачки Берем Отделочную Нить На всех Иголках Стоящих Сейчас В рабочем Положении Провязываем Два Ряда Взбиваем Все Накиды Раз Два Отлично Первый блок Мы провязали Мы провязали Восемь рядов Теперь Беру Опять Мою линейку Либо Наборную Либо Железную Что у вас есть И ставлю В переднее Нерабочее Положение Следующие Иглы У меня стояло Я начала С первой Теперь ставлю Вторую Вот там Где у меня Было провязано Много Здесь Видный Такой явный Уголок Вот эти Все иголки Ставлю В переднее Нерабочее Положение Рабочую Ниточку И шесть рядов И шесть рядов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Все иголки В рабочее В рабочее положение Из переднего Проверили язычки Отделочной ниточкой Два ряда На всех рабочих иголках При вывязывании Таких рисунках Очень важно Следить за Язычками Если у вас Машина сама Их поднимает Отлично Если вам это нужно Делать руками Как у меня Я руками поправляю Все иголочки Следите очень внимательно Будет очень тяжело Поднимать такие рисунки Можно Но сложно И опять Начинаем С первой иголки Первая Вторая Первая Вторая По очереди Вот так вот Вывязываем Замечательный рисунок Линейкой Все вместе Шесть рядов Ставим в рабочее положение Два ряда на всех И меняем Первую и вторую иголку Местами Получаются Вот такие вот Чудные квадратики Когда мы провязали Нужную длину Шапочки Количество блоков Я уже провязала Теперь я буду делать Вот такую же рюшку По середине головы Для этого ставлю В рабочее положение Все-все-все иголочки Вдвигаю Оптом И вывязываю Вот такую же рюшку Как в самом начале Видите какие у меня Замечательные защипы получились За счет того Что я так вот вязала Вот эти защипы Вот эти рюшки наши Идут замечательные Теперь я сделаю То же самое С этой стороны Беру рабочую нить Ставлю плотность Седьмую У меня была рабочая пятая Ставлю седьмую для рюшки Провязываю Четыре ряда На всех-всех иголках Сначала надо Проверяю вязочки Конечно И четыре ряда На всех иголках Провязываю У меня получились Вот такие вот отверстия Потому что я вставила Рабочее положение Иглы из заднего Образовались ажуры Это не страшно Ничего страшного нет Мы их закроем У нас и с этой стороны Тоже такие же ажуры Шапочка очень такая легкая Поэтому это совершенно Не страшно Берем нашу линейку Один к двум Ставим в переднее Рабочее положение Все иголки По Вот такому принципу Две работают Одна не работает Отделочную ниточку И четыре ряда Все как внизу Раз Два Три Четыре Все иголки в рабочее положение Рычагом Либо линейкой Кто как Какой принцип работы машинки Если машина категорично не вяжет Такое количество накидов Но вплоть до того Что мы вот этот ряд провязываем руками То есть руками провязываем каждую иголочку Если совсем все плохо вяжет машинка Четыре ряда Основной ниткой Обязательно следите за язычками Поднимать такие рисунки очень тяжело Раз Два Три Четыре Вот мы связали То же самое Что внизу Теперь моя задача Надеть На Иглы машины Вот эти вот протяжки Через иглу Как они у нас и шли Эти желтые петельки Я просто надеваю на иголки Через иглу Нашли через иглу Через иглу я их надену Если нет иголки Вот как у меня такая замечательная иголка Надевайте Декером Вообще такие иголки Странно, что Не во все комплекты машин входят Очень удобно В работе Через иглу Чуть не проехала До конца Надеваем Последний рабочий ряд На иголки Надели Иголки То есть мы соединили рюшку Все иголочки Ставим в рабочее положение Провязываем на них Один соединительный ряд У меня рабочая плотность 5 Я провяжу на шестерочке Чтобы не было стяжки По этому соединительному ряду Здесь очень большое количество Петель на каждой иголке Рабочей нитью Один ряд Соединительный На плотности побольше Рабочая плотность 5 Ставлю 6 Рюшка была на 7 Рабочая 5 Провязываю Средненький Такой Вариант 6 Плотностью Один ряд Итак Мы закончили верхнюю часть шапочки Соединили рюшку Вот эта вот рюшка Там сзади у нас Посмотрим ее Когда снимем Сейчас не видно Она у нас осталась Как раз с лицевой стороны Сейчас моя задача Провязать донышко Это второй этап Вязание шапки Итак Делю Мои 100 петель На 3 части Как я уже здесь Поделила Это получается 33 34 33 33 петли Так 30 10 20 30 3 С одной части Так 10 20 30 3 В другой части И мне должно получиться В итоге 34 петли В серединке Вот эти Петли С двух сторон Которые у меня Пойдут по боку Я снимаю На вспомогательную ниточку Все Вот эти Справа Слева Остаются в рабочем положении Только средние петли То есть Вот эти петли У меня остаются В рабочем положении Левые и правые 33 33 Я снимаю На вспомогательную нитку Любую Можно Использовать катушечную Можно не использовать Мы будем Снимать Не распуская полотно Вспомогательные нитки Чтобы у нас Не убежала Ни одна петелька Итак Снимаем И сейчас будем Высчитывать величину Длину Вот этого донышка Какова она должна быть По расчетам Я должна Вот эти вот Вот это вот расстояние Перенести Вот это вот Вот сюда Вот Оно должно совпасть Учитывая, что здесь у меня 36 сантиметров Одна треть Одна треть Одна треть 36 делим на 3 12 Значит, вот здесь у меня Длина донышка 12 сантиметров То есть Одна треть Длины Окружности головы Еще раз повторю Поскольку окружность головы Мы делим на 3 И вот эту вот Одну окружность Мы надеваем На донышко Соединяем Значит, вот эта вот Часть Одна треть Окружности головы То есть 12 сантиметров Учитывая, что у меня 1 сантиметр Это 8 рядов 8 рядов Это Одна фаза узора Один блочок Я должна Провязать 12 блоков 12 блоков 12 сантиметров 12 блоков То есть 12 на 8 У меня получается 96 рядов 96 рядов То есть 12 сантиметров Либо 96 рядов Величина Длина донышка Значит За 96 рядов Я должна Надеть На иглы 33 петли То есть Каждый третий ряд Я надеваю Петельку На Иглы Донышко Раз, два, три Провязала Одела Раз, два, три Провязала Надела Раз, два, три Провязала Надела Итого К окончанию Шапочки У меня Донышко будет Вывязана Вместе с шапочкой Общее закругление Сейчас вы посмотрите Ничего страшного Самое главное Рассчитать Вот эту вот Длину Донышка 96 рядов За 96 рядов Я убираю 33 петли Просто 96 делить на 3 Это 3 Каждую третью петлю Я надеваю На иглу Рабочую Сейчас вы посмотрите Что это такое Не пугайтесь На самом деле Ничего страшного И еще такой момент Для того Чтобы шапка Сидела Как можно лучше Здесь У меня Очень широкая Полотно Получается Я должна Его максимально Сузить То есть Провязать Вот так 12 За 12 Рядов Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадцать Я могу Каждый Раз Провязывая Провязывая Мой Блок Убрать Один блок Я буду убирать По одному блоку Каждый раз Провязывая Один блок Провязала Сделала убавку По количеству петель Один блок Провязала Сделала убавку По количеству петель, то есть буду убирать по одному блоку, либо по полблока, как получится. То есть точного расчета делать не буду, моя задача просто максимально здесь сузить полотно, чтобы шапка на голове сидела хорошо, чтобы мне не пришлось ее присбаривать потом при привязывании планочки. Вот, приступаем. Для начала снимаем на брусовые вспомогательные нити левую и правую части. Сняла вспомогательные нити. Видите, у меня отлично видны протяжки, которые я буду надевать. Вот они, красненькие. Поэтому даже не надо катушечную нить использовать. Протяжки видны, я их буду надевать на иглы в процессе вывязывания, не снимая вот эту вот ниточку вспомогательную. Она не даст возможности петлям убежать, растянуться, потеряться. Очень удобный способ. Сейчас моя задача убрать иглы через одну на соседние петли. То есть я должна освободить для рисунка иголки. Смотрю, как у меня они уходили в прошлый раз. Здесь вот была дырочка, я ее и освобождаю. И вот так вот через одну. Детка в рабочем положении. Делаю все то же самое, что в начале. Поскольку рисунок у меня идет через иглу, я сейчас и буду делать рисунок через иглу. Для этого освобождаю петли, иглы. И ставлю их в заднее нерабочее положение. То есть сейчас я буду вывязывать этот же рисунок. Для этого мне нужно подготовить, выставить иглы. Так вот, скажем. Снимаю все иголки через иглу. Как уже говорил в самом начале, все петли снимаем в одном направлении. И вставляем на соседние иголочки. Все, отлично. Теперь вот те, что у нас стоит сзади иглы, они сзади так и будут стоять. Все, петли больше не трогаем. Мне нужно провязать 12 блоков. Я могу даже не считать количество петель. 12 блоков. У меня стоит счетчик, я его поставила для того, чтобы считать каждый третий ряд. Каждый третий ряд я буду убирать по одной петле. То есть я могу даже вот здесь вот написать. Третий, шестой, девятый, двенадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый и так далее. Сейчас я пропишу и посмотрю, выходит ли у меня 33 петли за 96 рядов. Прописала каждый ряд, в котором я буду петлю сбоку насаживать на крайнюю иголочку. Отлично. Теперь у меня стоит счетчик, он будет мне считать. Когда я дохожу до 6, 9, 12, до всех вот этих рядов, я пересаживаю петельку. Не запутаюсь. Очень удобный способ. Примите на вооружение, никогда не пренебрегайте записями. Вы записали. Теперь даже захотите, не забудете. У вас такая шпаргалочка. И по поводу сокращения рисунка. Сокращать его будем в течение, в процессе вязания. Каждый блок провязали и будем делать сужение полотна. Сейчас будем смотреть, как это делать. Итак, начинаем вязать. Иглы выставлены. Все. Счетчик готов, иголки стоят. Берем линейку. И вот этой линейкой выдвигаем иглы. Переднее нерабочее положение. Рабочую красную ниточку. Не забываю плотность поставить рабочую. Это очень важно. Провязываю. Три ряда. Так. Раз. Завязать не забываем, чтобы ничего не потерялось. Так, накид. Три. Три ряда провязаны. Делаю сборочку. Крайнюю первую петельку. Вот она. Помогательная нитка у меня тут стоит. Ее прекрасно видно. Для того, чтобы было хорошо видно, что мне надевать. Сопомогательную нить берите... Ой. Потеряла. Берите вспомогательную нить контрастного цвета. Видите? У меня отлично видна петелька. Петельку взяли. На-на-на-на-на-на-на-на-на-так, давай. Надели на иглу с этой стороны. Первая контрастная петелька. Пыталась все распуститься, но для того нам и нужна вспомогательная нить. Вот она, первая петелька. Ее мы надеваем на эту иглу, которая у меня стоит в переднем рабочем положении. Это не важно, в каком положении она стоит, мы должны первую петлю надеть в любом случае. Делаем это с двух сторон одновременно, чтобы не путаться. Все, надели обе петли. Мы провязали 3 ряда. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем то же самое. Следующую петельку, вот эта у меня надета. Берем вторую. Надеваем ее на петлю. Раз. Так, вот эта надета. Берем ту, которая у нас сама по себе. На нее ничего не надевали. Раз. Постарайтесь не прихватывать, помогать на нить, она иначе будет мешать при распускании полотна. Так, ставим все в рабочее положение. Очень аккуратно провязываем отделочной ниточкой. Два ряда. Раз. Семь. Восемь. Восемь. Так, восемь рядов провязали. Теперь моя задача выполнить сужение полотна. Делать я это буду очень просто. Беру крайнюю петельку, надеваю ее на соседнюю. Все. Больше я даже придумывать ничего не буду. Я убрала блочок с одной стороны. В следующий раз, когда провяжу следующий блок, я уберу с правой стороны. Так и буду чередовать слева, справа. По одному блоку я буду убирать каждый раз, провязывая целую полосочку. Провязала ряд рисунка, вот эти восемь рядов, убрала один блочок. Провязала восемь рядов, убрала один блочок с другой стороны. Даже придумывать ничего не буду, такого сложного и трудновыполнимого. Итак, выставляю следующие иглы в переднее нерабочее положение. Здесь, поскольку у меня не будет сшивания, я не делаю крайнюю кромочную петлю. Вот, потому что я уже... Кромочной петли нет, потому что нет никакого сшивания. Сшивание происходит в процессе вязания. Это немножко другая техника. Поэтому здесь мы не оставляем ничего, никаких кромочных петелек. Берем рабочую ниточку и вяжем один ряд. Почему один? Сейчас посмотрите. Так, один. Потому что у меня 9 рядов на счетчике. На счетчике 9 рядов. Девятая меточка. Я надеваю следующую петлю. Вот эта у меня привязана, от нее тянется нитка, ее видно. Следующую петельку на рабочую иглу. Раз, с этой стороны. Следующую петельку. Это привязано уже, ее видно. Следующую. Два. Надели. Они обе будут работать. Так, один ряд провязан рисунком. Два. Три. Четыре. Двенадцать ряд на счетчике. Двенадцать. Убираю точно так же петлю. Следующую. Это привязано. Беру следующую. Все очень хорошо видно. Не забыл, что тут у меня четыре ряда провязано. Если сомневаетесь или боитесь упустить что-то, пишите полный расчет изделия. Полностью. Вы 96 рядов распечатали и каждый ряд написали, что вы делаете. Какие иглы идут в работу, какие у вас куда идут. Тогда вы точно не ошибетесь. Это нужно для тех, кто боится ошибиться. Если не боитесь, вяжите как вяжется. Так, надели. Четыре. Еще два ряда. Так. Так это работает. Пять. Шесть. Все иголочки в рабочем положении. Берем отделку. Раз. Пятнадцатый ряд. Пятнадцатый ряд. По нашему расчету надеваем следующую петельку. Главное тут не запутаться, где мы когда что делаем. Иначе можно потеряться. Так. И еще один ряд провязываем. На всех иголках. Пятнадцать. Шестнадцать. Убираем полный блок уже с правой стороны. Вот таким простым способом. Просто мы его вот так вот сократили и все. Его больше нет. У меня количество петель сокращает и сокращается. Выставляю в рабочее положение. Следующие иголки. Теперь вот эти пойдут. Линейкой выдвигаю через три иглы в переднее рабочее положение. Беру рабочую ниточку и провязываю так шестнадцать. У меня следующие восемнадцатые. Значит два ряда. Не забываю при этом, что два ряда из шести я сейчас провяжу. И продолжаю, продолжаю, пока у меня не закончатся все петли. Или пока я не провяжу девяносто шесть рядов. Раз. Два. Восемнадцать. Снимаю Следующую петельку На углу. Раз с этой стороны. Так. И раз с этой стороны. Справа, слева, справа, слева. Отлично. Все на самом деле очень просто. Путаться. Перепутать можно. При всем, если очень большое желание будет. Но сложно. Главное понять принцип, как мы это делаем. И зачем мы это делаем. Так. Мы два ряда провязали. Еще три. Так. Три. Четыре. Пять. Двадцать один. Снимаем еще одну петлю. Петлю, простите, конечно. Так. Два. Пять. Шесть. Шесть. Ставим все в рабочее положение. Отделочной ниточкой. Так, 22. У меня 24. Два ряда как раз провязываем. Отделочной ниткой. После этого делаем насадку. Вот там. Раз. Два. Ответственный момент. Мы и убираем петлю с этой стороны. Раз. И убираем петлю. То есть не убираем, а насаживаем ее. На иголочку. Соединение. Производим с этой стороны. Слева и справа. И вот таким способом, не забывая ничего, вывязываем донышко до конца. Каждый раз сокращая донышко на один блок. И навешивая петельки через три ряда на крайней иголочке. Получается у нас вот такая вот шапочка. Видите, капор. Вот он. Он держит форму. У нее рюшка по спинке. Рюшка спереди, рюшка сзади. Можно было эти рюшки делать, конечно, желтеньким. Отделочным цветом с красными пупырышками было бы, возможно, интереснее. Но это, поскольку шапка учебная, вы ее оформляете как хотите. И, вероятно, и правда, было бы интереснее, если бы рюшка была отделочного цвета. Шапка была бы поярче. Так, вот наша спинка, которую мы с вами вывязали. Вот так вот она выглядит. Эти вспомогательные ниточки. Мы сейчас их просто распускаем. Все. Вспомогательную нитку распустили. Идеально связанное донышко. Вторую нитку вспомогательную распускаем. Все. Получается донышко. Совершенно замечательно связано. Нигде ничего не тянет, нигде ничего не морщит. Вот шапочка. Донышко сильно сужено, потому что у нас по шее так. Ну, я просто взяла, закрыла петли косичкой. Там сейчас я буду надевать на планочку это все. И вот такая у нас получается задняя сторона шапочки. Вот так вот она выглядит изнутри, так сбоку. Отлично, все просто здорово. Мне осталось только провязать нижнюю планочку. Для этого замеряю шею, какая мне нужна длина. Вывязываю планочку на вязальной машине, нужной ширины, длины. Я могу, кстати, вывязать планочку вместе с завязками. Тоже вариант. Я вывязываю планку длинную, длинную, длинную. Надеваю на определенное количество игл мою шапочку и закрываю. Тоже вариант. Наверное, я так и сделаю. Так мы еще не сделали, я буду делать так. Длинную. Берем машинку и сейчас будем вязать. Для начала определяю количество петель, которые мне нужны для того, чтобы шапка нормально уселась. Я знаю, что у меня обычная моя кулерка, которую я сейчас буду вязать, 2,5 петли на сантиметр. Мне нужно уложить вот эту шапочку в 22 сантиметра. Здесь у меня 26, но я уложу в 22. 22 сантиметра умножить на 2,5. 22 умножить на 2,5 равно 55 петель. То есть вот эта вот шапочка должна улечься в 55 петель. 55 петель, я просто знаю, что кулерка, которую я буду вязать, вот эта вот простая у меня, 2,5 петли на 1 сантиметр. Мне нужно 22 сантиметра, чтобы хорошо по шее легла шапочка. Поэтому я сейчас беру, вяжу длинную-длинную планочку, которая будет являться завеской одновременно. И на 55 петелек надеваю шапку с присборкой. И как буду присборивать, сейчас вам буду показывать. Итак, для начала провязываю, ну, такую длинненькую завязочку. Полностью провязываю завязку. Я провязала полосочку 140 петель. 8 рядов. 8, потому что это минимальное количество рядов, которые можно надеть протяжку на иглу. Потому что это всего лишь завязочка. Берем нашу шапку. Лицом к себе или лицом изнанка к себе, не важно. Наша задача сейчас с шапкой кверху надеть на вот эти вот иглы. 55 игл. Я посчитала, что это объем шеи и нужно немножко присобрать вот это вот все изделие на иголке. Так, вот это вот нулевая платинка, поэтому ориентироваться буду на нее. Середина моей шапочки должна приходиться сюда. Вот так. Начало этой шапочки должно совпадать с этой петелькой. Начало шапочки с этой стороны идет вот сюда. Смотрите, берите полный петельный столбик с лицевой стороны. Все должно быть так же аккуратно, как с изнанки. И теперь вот эту вот часть я должна присобрать. Причем у меня вот здесь, смотрите. У меня же здесь рубчик, рулик вот этот вот. Как вы его соберете? Его можно по серединке, можно уложить в одну сторону, можно в другую. А можно вот так вот собрать, вот правда, примять его вот так вот, чтобы он примялся и был и налево, и направо. Одинаково присборен. Может быть это лучше. Либо присобирайте в одну сторону или в другую, укладывайте его. Это на ваше усмотрение. И моя задача сейчас, вот эти все, вот этот вот, помните, мы оставляли один петельный столбик. Вот этот петельный столбик мы сейчас надеваем на иголки. Полностью берем этот петельный столбик, один, и присбариваем на иглы. Работа кропотливая и требует внимания и усидчивости, чтобы мы не присобрали тут лишнего, но и того, что надо, не забыли. Поэтому буквально по одной петелечке вот так вот присобираем на каждую иголку. У нас идет достаточно приличная сборка, но зато она очень хорошо усядется на иголки. Если мы тут напортачим, мы сейчас проверим, как мы это сделаем, потому что перевернем шапочку, посмотрим, что есть в стороны. Способ очень такой кропотливый, но он того стоит, потому что очень аккуратно получается. Если вы уже видели, как это делается на других шапочках, я редко повторяю способы, но этот способ мне очень нравится. Я его показывала на детском капоре. Очень многие видели урок по детскому капору, и многим этот способ тоже понравился. Очень удобный. Неудобный в исполнении, но зато очень красивый и практичный. Он убирает все-все некрасивые края, какие только мы с вами можем здесь себе позволить, пока готовим изделие. Так, теперь, что касается этого рубчика, рулика, укладываем рулик сверху, укладываем шапочку. Вот так вот их более-менее непонятно. Здесь то, что я закрывала петли, они все и уходят. Все очень аккуратно. Все-все лохматости. Если когда-то вы допустили какую-то ошибку или что-то там делали, все вот эти неприятности, некрасивости уходят внутрь. Чем мне этот способ и нравится. Ничего не остается, все убирается. Так, теперь вторая. Второй рубчик, рулик. Серединку нашли. На иголку его. Серединку. На иголку же. И вторую часть аналогично надели. Теперь аккуратно, видите, все иглы в переднем рабочем положении, аккуратно переворачиваем шапочку. И смотрим на петельный ряд, как он у нас идет. Все ли петельки мы надели. Нет ли где перекоса. Потому что если у нас петельный столбик будет сбит, это будет очень некрасиво и бросаться в глаза. Посмотрели, что все ровно. Шапочку назад. Теперь самый сложный момент. Будем закрывать. Итак, не закрываем, конечно, сначала берем наши протяжки снизу и надеваем их на петли сверху. То есть мы просто пересаживаем петли на протяжки снизу. Сейчас наша задача пересадить либо протяжки снизу на каждую иголочку надеть. Либо, если у нас были открытые петли, смотря как мы начинали, просто надеваем открытые петли или обвивы на иголки. И закрываем удобным способом. Самое сложное мы с вами сделали. Нам осталось только закрыть петли и убрать веревочки. И шапочка готова. А сейчас надеваем протяжки или открытые петли на иглы. Для этого величина, то есть длина нашей планки должна быть минимум такой, чтобы можно было эту операцию сделать. Если у меня 8 рядов, если у вас меньше, то может просто не хватить длины полотна на такое вот навешивание. Сейчас мы доходим до шапочки и делаем, в общем-то, то же самое. Делаем вид, что шапочку мы не замечаем. Мы аккуратно надеваем протяжки. Так, дошли до шапочки и продолжаем делать то же самое, ничего не меняется. Мы надеваем протяжки на иголки, как надевали. На шапочку не обращаем внимания. Если есть какие-то иголки, ниточки, поднимаем их вверх. Потом, когда мы все закончим, мы просто крючком заправим их внутрь планки. Видите, все, что у нас было некрасивое, уходит внутрь планочки, подгибы этого. И в то же время, по шапке достаточно хорошая присборка идет внизу. Надо сидеть на голове очень даже хорошо. Вот так вот до конца всю нашу планку надеваем на иглы и закрываем удобным способом. Я буду закрывать косичкой. Надеваем и закрываем. Доходим до шапочки. Сейчас покажу, как закрываем шапку. Мы дошли, закрыли планку до шапочки. И дальше продолжаю косичкой, но с оглядкой на шапочку. Вот так выставлю вперед эту петельку, обовью, чтобы у меня не свалилось ничего. И снимаю петлю. Снимаю петлю и проверяю ее там, с обратной стороны. Надеваю. Захватываю иголочкой. Выложу сюда петлю. Петлю проверяю, что она здесь у меня захватила нить. Вывожу вперед петлю. Проверяю, что она у меня захватила нить. Вывожу вперед. В принципе тот же самый. Ничего не меняется, только немножко сложнее. В том плане, что мне нужно контролировать не только с одной стороны, но и с другой. А так, то же самое, закрытие косичкой. Таким же способом вы можете закрыть и иглой, и пересадками простыми, и вообще как вы привыкли закрывать. Только надо контролировать закрытие петель и спереди, и сзади. Закрываем нашу шапочку до конца, и даем отлежаться. Убираем хвостики, вот эти все внутри. И осталось только надеть на куклу и померить, что у нас получилось. Вот в итоге, что у нас получается. Донышко. Вот так оно выглядит все очень хорошо. Где никаких дырок. Вот наша рюшка сзади, рюшка спереди. Видите, внутри никаких швов. Если не хотите делать вот эту отделку, ребенок маленький, чтобы ему хорошо было лежать и переворачиваться, можете не вывязывать эту рюшку. У вас абсолютно плоское будет место сшивания донышка и боковой части. Планка. Планка убрала все. Все недостатки, все, что у нас могло быть тут лохматого некрасивого по краю. И с этой стороны, и с лица, и с изнанки. И одновременно с этим планочкой является и завязкой. То есть вы видите, насколько мы сократили донышко. Насколько широкая по голове и узкая по шее. Поэтому шапка получается зауженной. Видите, на ушку шею и на большую голову. Все очень хорошо сидит, очень аккуратно получилось. Берем нашу куклу, на которую мы это, собственно, и вязали. Надеваем, видите. Все как и планировалось. Причем, в чем красота вот этого рисунка? Он тянется. И дети растут очень быстро, голова растет, шапочка не будет мала. То есть этот капор не станет мал через 2 недели, как остальные вещи, которые вот так вот впритык вяжутся. А этот капор имеет возможность немножко растягиваться за счет такого эластичного рисунка. Все просто прекрасно, кукленок замечательный. Ваш ребенок тоже будет кукленком, будет самый-самый-самый красивый. Так вот, за пару часов мы связали замечательную шапочку.